всех приветствую на своем канале это видео будет посвящено одному моему опыту я решила заснять его на камеру если вы увидите его на канале значит у меня действительно удалось удачно все скомпоновать и записать в общем недели две или три назад моя однокласска та которая подарила мне свое время мыльную основу спровоцировав меня на создание своих мыльных опытов предложил мне такой вариант замены жидкости для мытья посуды на горчичный порошок вот он кстати такой эко-вариант средства для мытья посуды она пользуется горчичным порошком а макат туда губочку влажную и моет мне это немножко непривычно и неудобно потому что я как-то привыкла более жидкому варианту и я решила его просто разбавлять водой но когда разбавляю водой он там или налипает в мисочку в которой насыпала этот сам порошок и становится комками со временем или что-то еще в общем я решила попробовать развести его наверное один к трем потом залить вот в эту бутылочку из-под эйвановской пенки вообще у меня была немножко другая бутылочка но я так подумала что если он все-таки разведенный то пусть он лучше в темной таре хранится и соответственно заснять это все на видосик и еще показать вам один небольшой может быть просто пример такой который возможно сагитировать вас пользоваться экочистящими средствами с одной стороны это не знаю насчет экономии потому что допустим этот порошок в магните я покупала за 65 рублей с копейками на 66 грубо говоря тут 400 грамм средства для мытья посуды наверное сколько этот миф стоит там 30 или 35 40 рублей сколько он может стоить это полу литра и насколько его хватает мне пока не поняла насколько мне хватает этого пакета потому что я точно сказать не помню когда его покупала неделю людей дней десять назад этот порошок но моя однокласска считаю что довольно экономично для бюджета семейного у нее муж и ребенок в том плане если вот допустим это как аренка и прочее называть там бюджетно бюджетно да или что-то в этом роде я думаю что ну еще вариант что как бы не засыряешь землю не засыряешь воду и ковыря в том плане что действительно разлагаться и раньше посуду мыли горчичным порошком но не только горчичным порошком как допустим моя подружка маша говорила что моя бывшая ее бывшая теперь уже начальница в свое время по молодости работала посудомойка и они разводили горчичный порошок в общем не буду долго бла 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 потому что не помню сколько я говорю и сколько у меня там выдержит эта запись да кстати вот я взяла на всякий случай весы у меня тут деревянная палочка вообще-то одна из палочек китайских которыми хавать еду у меня стакан с кстати с гербом города лиды из беларуси с водой фильтрованный мисточка ну вообще-то коробочка из-под малинового сахара organic shop ну я что первого под руку попалась в том и буду мешать ну соответственно деревянная ложка на всякий случай ручка и листочки я тут разбираюсь в стенном шкафу ну и вот буквально вчера нашла такие бумажки девушка купала очень удобно записывать что-то соответственно сам горчичный порошок и на всякий случай весы кто-то писал мне в комментариях что я неправильно делаю что там допустим миллилитры капли там подобное что масло такой-то консистенции вода такой-то консистенции ребята я же не виду какой-то там супер химический точной науки канал да я там не позиционирую себя ой офигеть супер ученым да там конкретно с диссертациями прочим я ведусь канал любительский и занимаюсь это чисто мое хобби а хобби в принципе мне кажется не предусматривает что-то такого точного в общем если вам это интересно и вы заинтересованы менее засирание окружающей следы то прошу к просмотру в смысле оставайтесь со мной она липкая я с него сдирала этикетку я ее кстати утрамбовала вот тут у нас одна деревянная ложка горчицы хотя воду конечно не утрамбуешь тут будет чуть меньше где моя волшебная деревянная палочка чем сначала я добавляю один к одному просто чтобы она как-то более-менее равноценно размокла все конечно наверно было взвесить эту ложечку и сколько мне это и горчицы я не помню сколько в этой баночке было миллилитров ну так как я задачу делаю все-таки более жидкий вариант то наверно все таки будут не один в трем у у меня уже три столовых или деревянных или как она ложки наверное надо было брать все таки не палочку мешать а ложечку ну уж ладно назвался мухомором полезай куда-то там да кстати я не знаю как вы я честно лично сама не я во первых горчицу никогда не ела хрен я тоже как-то возможно если что-то пробовала даже не пробовала я просто понюхала я не воспринимаю введение горчицу не хрен но за меня горчица внезапно пахло хреном когда я стала мыть посуду пишу потом в контакте своей 1 тигру ну не будем говорить имен пишу и что вот значит так так почему-то она пахнет хреном так надо типа она должна пахнуть хреном потом рассказывать ой тете гоню вот гури представляешь горчица пахнет хреном вообще-то она должна пахнуть хреном короче мало того что я танкист я оказался очень сильно танкист возможно я говорю не очень сильно громко или вначале говорила не очень сильно громко можно было еще не даже подумала таким тоном кстати вот постепенно растворяется таким тоном можно было говорить какой-нибудь асмр записать но у меня сегодня ближе к вечеру более-менее с голосом порядок если это можно назвать так и я не так часто кашляю чихаю и все-таки решила тебя на эту горчицу то возможно завтра все-таки меня получится записать какую-нибудь асмр до этого то у меня начинался если чих то меня так стряхивала что я думаю хоть камера и стоит на штативе но думаю было бы это грубая такой асмр мало того что у меня асмр от лёли оно такое странненькое да и завтра если наша почта будет работать то соответственно я смогу отправить свой подарок победительницы моего конкурса который недавно проходил на канале и ешь караул и ешь караул где я была в прошлом году и соответственно набрать свою посылку я заказывала на какую-то там черную пятницу или что там такое было 11 ноября которая проходила на алиэкспресс у двух продавцов у одного я вообще не помню что конкретно но он учет застряла видеть пешком идет а у другого был сверный чай вот он как раз дошел все он уже пришел в улич но наш загадочная почта почему-то решила что вправе не работа четыре дня плюс еще воскресенье чем если завтра не будут работать вас соответственно ждет еще один обзор чую я надо не ложечками прямо так полить ну конечно это будет не один к трем чадим крема поглядела в магните или в каком-то там магазине какая-то да не в магните а в дикси рецепт приготовления горчицы самопально дома в жидком виде там что-то было по моему 100 грамм горчицы сухого порошка на 300 грамм или миллилитров воды точно не помню я решила что один к трем но так как к чисто нашему делаю такая сметана обратно если один тем делать ну если делать один тем как там написано чтобы сделать домашний горячий муж я просто ее представляю примерно по консистенции у меня задача сделать сутки более-менее жидкий вариант и наверно придется мне ставить на паузу убрать ложечку помешать его я думаю даже просто поставить на паузу потому что я тут говорю и мешаю конечно возможно вам интересно слушать и я тут говорю что-то на другой стороны как там моя батарейка поведет себя наверное это монотонно так не очень будет в общем я тут размешала однородной консистенции такой жидкой водички и ложечкой и палочкой и пока мешал у меня слегка зарядился аккумулятор то ли у меня лягушка зарядное устройство что-то там с ней не контактит то еще что-то то заряжает то не заряжает чем тут такая же уже даже померила сколько в этом стакане стакан оказался на 200 миллилитров воды извиняюсь в общем вот у меня тут мерный стаканчик тут соль сахарный песок вода и мука и как раз в ответке вода она показала как 200 грамм 200 миллилитров короче на 200 грамм воды у нас была одна деревянная ложка без горки думаю наверное деревянная ложка так как столовая ложка считается и в общем сейчас я буду это не сюда переливать мне конечно же я забыла ту воронку в которую это все действует лучше всего переливать чтобы не пролить потому что покажет мешало несколько раз на себя капнула суть такая что кстати она очень хорошо отмывает посуду если что-то там вот ну я не знаю как вы вот если меня там допустим сковорода и я чуть на не жарила или кастуре там с каким-нибудь супом или с какой-нибудь там едой я обычно заливаю водой копы туда средства замыть а посуды она сколько-то времени поставить там отмывают здесь точно такой же вариация такой же процесс можно закапать туда этой горчицы залить водой чуть-чуть подставить и можно отмыть а можно принципе прямо этой горчицы чуть-чуть не особо в общем особых усилий не прикладывал чтобы не отмывалась всякая фигня но как мы однокласска считает горчица очень хорошо убивает жирную всякую хрень и я без особых трудов отмыла свою плиту которая вот сейчас на вот выиграть как я покажу в своем фотоаппарате своем видео и слабонервные всякие там негативщики если вас очень сильно бомбит от этого то лучше отойдите от экранов и не смотрите это видео дальше тогда она выглядела намного хуже чем я ее отмыла буквально там ну минут за пять я конечно времени засекала когда оттираю каким-нибудь там пемолюксом или просто средством для мытья плит у меня но по времени больше занимает чем вот от горчицы что сейчас я опять на поставлена на паузу перерью это действие покажу вам процесс мы я плиты я возвращаемся к нашим бараном в общем я успела тут уже намесить еще вот столько потом помыть посуду довольно удобно выливается на губку правда получилось жидковато но я думаю если вам нравится более густой то сбавить немножко консистенцию вообще посмотрела у меня там вот эта фигня висит сзади меня не знаю видно ее там не видно где-то мука и рис вода и прочее написано по граммам ложка чайная ложка столовая и стакан ну и грубо говоря если считать что порошок горчичный это мука ну эквивалент да по консистенции по вообще по виду то это в принципе столовая ложка это 25 грамм получается 25 грамм на 200 грамм воды то бишь одна восьмая 1 к 8 но можно если допустим делать 2 столовых ложки на стакан воды что наверно будет слегка погуще но это уже на любителя потому что попробую чуть погуще делать но тут у меня получилось именно вот по той 1 к 8 мы здесь уже поменьше потому что я помыла посуду ну и в общем что даже еще поесть успела пока у меня батарея заряжалась даже правой рукой пока лево ела тортик отрезала ложкой тортик написала слушайте вполне читабельно если так присмотреться даже очень читабельно в общем правой рукой то я пишу хреновая так то я левша вот у меня тут одна столовая ложка горчичного порошка на 200 грамм воды я не знаю видно не видно надеюсь что видно это я писала правой рукой вот это его ручкой ручкой даже особо не придерживая бумаг но они есть в общем то что у меня тут осталось а это вот этот стакан приливший тремор мой ложечка и палочка которая мне мешала потом баночку которая это все размешивала с каким-то там осадочным остатком этой порошка с каплями воды чем-то куда я переливала а это уже просто мерный стаканчик которыми я мерила количество воды стаканчики стеклянном хотя нам тогда говорили что хрусталь в общем стеклянный стакан завода немало белорусского города вида лиды с гербом лиды соответственно правда тут часу ляпан и не очень видно ну тут висы которые совершенно не пригодились и чай которые я пью кстати близко помаду он тоже хорошо смывает значит не прошел ну и сейчас я вам покажу свою о ужас плиту грязную и надеюсь в камеру запишется как я ее буду отмывать тестовав я специально тут по в ней и и не трогала чтобы я планировал записан смысле сделать это но потом даже у меня идея в голове зрело что это все не то чтобы сделать еще и записать на камеру тут у нас где-то 400 миллилитров но может чуть больше не наверное 400 короче миллилитров этого действия я думаю при желании если вдруг там что-то отслоится это можно потрясти соответственно перемешать но так как она прозрачная думаю то все-таки лучше хранить в каком-нибудь шкафчике сначала я хотела весь горчичный порошок переделать а потом думаю фиг знает друг чего как другом мне понадобится для каких-нибудь других экспериментов придется идти до магазинов искать этот горчичный порошок а тут он еще остался в общем снова я немножко прерываюсь не моя ужас плита на днях я варила овсяную кашку со злаками молочную из какао как а кстати от дениса который из нижнего новгорода привет вдруг случайно это увидишь как а у тебя шикарный короче говоря пока я давала котику хавчик кашка у меня убежала пути было на медленном огне ну и соответственно образовалось пятно там кстати за комфортной ручной к и еще одно пятно не знаю получится ли вот я тут штатив кстати мою тень видно тень от моей головы в общем два таких пятна сейчас я попытаюсь это как-то заснять в процессе как я это всю мою я надеюсь будет видно но хотя бы мои руки как это не делают включая воду да можете потом критиковать что что-то неправильно делаешь надо снимать вот эти фигурины но не поверите я вообще как-то очень стремаюсь с ними обращаться общаться вообще первый раз я засыпала просто сухим соответственно порошком а потом брала губку влажную и проводила сейчас это я залила вообще эксперимент за результат получаю смачиваю губку мягко говоря теплой водой не отмылаю можно попробовать уже вот эту часть потереть если вдруг оно любители асмр наверное слышат какие-то звуки и не любители тоже и возможно даже ловят мурашки у меня еще какие-то пятна окажется возможно от куриного супа возможно еще чего-нибудь возможно от самопальных немной деланных пельменей я думаю если вдруг чего тут можно еще полить да она действительно жидкая вышла это горчичка ну таки смотрите все отмывают несмотря на то что это не порошок сухой а просто жидкая горчичка моя однокласска говорит что пусть лучше горчичка остается на тарелках и попадет вот в организм чем химия бытовая но у меня она нормально смывается и на тарелках не остается то бишь соответственно в рот и в организм не попадает сейчас любители полопить что я у себя никогда не убираются должны схватить какой-нибудь шок ну что я прям сейчас при вас в камеру убираюсь показательно так можно сказать ой вот эта фигня слетела когда я не люблю эту фигню она впервые ты не слетела наверное специально слетела чтобы ужаснуть меня ну да видимо я боюсь еще и вот этих фигней комфорок кто-то мне в камень так писала как же вы живете вы там столько всего боитесь бабочек воды и замкнутых пространств еще и комфорок мне кажется существуют люди которые намного больше меня всего боятся и наверное вполне себе живут и губка кстати нормально выглядит после этого горчичного порошка ну сколько она у меня недели две уже это новая губка я как раз и точнее купила упаковку губок и горчичный порошок и начала мыть посудку вообще надо было по сообщениям вконтакте с моей однокласской уточнить когда я начала страдать горчица мытьем посуды да возможно тут у меня видно всю вот эту хрень на самом деле просто если она еще есть то не выкидывать же ее когда-нибудь додаю за а это я нашла когда я разбиралась шкафу у себя пока что разобралась только на полторы полки ну и вот я думаю видно что она у нас тут чистенькая такая да это не пятно это какая-то фигня на плите сама по себе сколько себя помню надо есть в общем вот такой у меня обзор горчичного порошка тут на носике видно уже что это желтенькая тут если вы следите за сам а да кстати еще одна клашка моя так и подмывает обозвать ее тем погонялом которые в школе давали а уже моя однокласска говорила что там руки лучше себя чувствуют кожа на руках то все на самом деле если существует крема для рук допустим после применения бытовой химии намажите этим кремом и будет вам счастье то как говорила алена о своем видео обзоре про косметику green мама что у них там все взаимосвязано я считаю что тоже взаимосвязано если вы химии помыли посудку а потом купили кремик не обязательно той же фирмы что и химия и помазали ручки но он же как а здесь в принципе помыли я обычно после мытья посуды каким-нибудь средством дамытья посуду всегда мыла руки смыла не знаю как вы у меня такое брезгливое чувство приходил хотелось все это смыть а после горчички в принципе ополоснул ручки водичкой все нормально все место вы досмотрели это все до конца то я очень рада я не зря держала эту мысль в своей голове на не зря зрела в ней это идея в смысле в голове и я не зря тратила свое время в общем надеюсь вы что-то для себя интересное подчеркнули возможно даже решите мыть посуду горчичным порошком всем спасибо и всем пока